где юристы у нас а можно его вызвать сюда а кто занимался делом по султанову вот номер дела отзыв пописал 520 908 21 отзыв да возражение о том чтобы человек не получил компенсацию денежную за провода по-моему возражало ваши ваш отдел ну кто конкретно не понял ладно можно короче можете вы нам узнать кто шо не направляли вот человек который должен был полный на почту ничего не пришло принимает вот так вот описали ваши события не просто на понять кто это писал нужно понимать потому что надо как-то бороться с безграмотностью вашего отдела начальник юра дела а дед от белобрыси полиции а что ваш коллега на черную сторону перешел не он на черной стороне вы знаете ладно короче вы знаете нам кто писал вот эту петрушку шо вы не дите мнете я не помогу понять можешь взять вот эту бумагу и узнать пробить по номеру ладно кому мне сейчас пойти вот это сделать вот это сделать гомномяси кто полноваженный может полномочия иметь и доступ к этому базе как вообще ведетесь распределение кто деловодство мы не знаете кто у вас скажи мне проще кто вот эту петрушку писал можешь узнать кому мне нужно быть елки-палки ты шо здесь уже сидишь ты в юродил пошла просто надо понимать ты ж была в мониторинге друзья это ольга ворона которая меня хотела вжарить по 173 а где твой гуцуляк ой не гуцуляк а слесорубка какой я тебе работа отвлекаю прикинь сидела я тебя не увидел дальше это ж она поняла собрала весь цирк пошла к аганисяну и собрала все тор прислала на суде прикинь вчера татьяна не надо но и интересно вот это ж она сделала цирк понял и просрала в суде а мне запрещено а ты забыла как ты в суд приходила ты приходила вместе со слесуроком и пыталась меня якобы в жаре за то что я там кого-то оскорблял а ты посмотри что ваши бойцы творят мне что видео показать где ты сидишь в зале заседания или шо в апелляционном ты понял именно собрала побегала к этому к аганисяну собрала все админ практику а ты хочешь сказать что я не люблю свою страну подожди а при чем здесь страна к тому что вы бездействуете какой глупостью ты себе позволяешь форме делать такие вещи которые я не могу позволить и скажи я страну не люблю а ты что не за идею сюда пришла ты пришла сюда бабки зарабатывать я извини тогда ты свою страну не любишь а я люблю свою страну поэтому я на дело проявляю инициативу и бесплатно все делаю когда человек пытается что-то изменить в вашей системе если эта система делает какие-то промажки надо этого человека я считаю что вы пожаловать человек в нашу систему не изменяйте знания нет а он же помогает в эту систему зачем ему если он пожаловать в вашу систему он будет может стать коррупционером а он не хочет этого стать он хочет наоборот изменить вашу систему он хочет изменить со стороны вашей системы ona будет кого-то, то заявить как надо правильно делать, нужно правильно поступать, которое нужно Schuld treatment чтобы граждане не приходили спрашивали вот эти бумаги кто этот ее написал мы ж не на улицу просят я дам полицейского кто выписал а пришли к вам, а слевать, и не можете дать ответ Ну, логично. Нет, просто логично. Обращайтесь к государственным органам с каким-то устным обращением. Есть определенный порядок. А порядок мы поднимем бумагу. Послушай, о чем ты говоришь? Я увидел, что ты натворила со мной. И о каком мы обращении будем говорить? Да ты сделала цирк, понимаешь? Ты сделала тупо цирк. Ты вообще не имела к этому делу никакого отношения. Какое ты отношение имела к этому делу? Какое? Кто ты такая была в этом деле? Олечка, нет, я понимаю. Послушай, он борется за что-то, хочет изменить. Стой, подожди. Я не знаю вот того ситуации, но по всей видимости, если человек говорит, он значит правы. Ну, я тоже была по-своему права. У каждого своя права. Видите, правильно. Значит, вы же хотя бы выслушаете. Я тоже хочу что-то лучше сделать. А, то бишь, ты хочешь сказать, что слесорук будет составлять протоколы и постановления по беспределу, а ты его будешь покрывать? Нет. Ёлки-по, а я-то думаю, кто ж слесорука покрывает? Я хочу, чтобы вы относились к сотрудникам соответствующим образом. А чего ты не скажешь на разводе, не выйдешь? И не скажешь сотрудникам полиции, никогда не надо материть человека. Хорошо, я вам приведу пример. Вот вчера буквально был пример. Человек едет, никого не тронет. Знаете, что он отложит в свой адрес? Ну, я не могу комментировать. Ну, он слышит глупость от полицейского. Ну, как это правильно? Вот второй человек, который слышит обезьян. Как ты можешь это прокомментировать? Ты же за сотрудников топишь. У нас где-то есть специальные отделы, которые известны. Ой. Ну, мы же уже разговариваем. Ну, как можно полицейскому... Вы сейчас скажете, вам отвечаем. Ну, логично. Полицейские... Не понимаю, что здесь за балаган сейчас происходит. Балаган, я тебе объясняю. Ты покрыла того человека, которого ты не должна была покрывать. Ты покрыла. Мы выкрыли, выкрыли хулиганов. Да, нам случится тебя. Есть где-то подтверждение, что я хулиган? Не было. Было неподвиждение. Есть? Так ты меня хулиганом обозвала? Скажи, пожалуйста, а зачем доводить до этого, чтобы он... Ты можешь меня... Да, можете обжаловать действия в суде. Да, можете обжаловать. Вы такие все такие святые или что? Надо не доводить до источки кипения. Да послушай, она... Она послушай, она мне в 173-ю... Сама ее инициатива была. У нас все слышали. Вы уже дали оценку 173-ю. А он болен. Нет, не привлекли ее в это здесь дисциплинарно. Согласен. Вы же покрываете своих сотрудников. Ее не привлекали. Да послушай, тебя спросили где, что вы не можете ответить. Конечно. Он вчера его позвали тоже. Ну как это? Пошли, посмотришь на Гудзю. Какая бы не была ситуация, вы полицейский. Послушай, если это такая правильная, пойдем посмотришь, как твой сотрудник проводит рассмотрение дела. Все, не в сторону, не это. Все. Извините, есть 173-я, мините. Есть 185-я, мините. Все. Так она так не делала. Ты что, прикалываешься или что? Пойдем, спустимся вниз, посмотришь, как твой сотрудник ведет себя, а потом расскажешь. Ну, то ж одно и то же, понимаешь? Друзья, вот эта ворона, которая пыталась на меня составить 173-ю. Сидит такая, точно, что фамилия говорит сама о себе. Как-то так. Коломитец тута должен. Наверное, 330, а давай спросим, мой начальник. Вот же мультур. Бандаренко, жук, где коломитец? Где ты здесь? Андрей, давай полыбиться. Андрей. Господин Андрей Коломитец, мы получили от вас документ. Ну, вроде вы его формировали. Да. Подскажите, вот с этого документа, не глядя, на какую жалобу, от какого числа, относительно какого эпизода и какой даты это вообще событие. Подскажите, пожалуйста. Что назначено на рейс-третине номер? 12-90-го дня. Это что такое? Это ваш номер, а мой номер какой? А я звук не знаю. Вот и я же говорю, 20 жалоб заходит в день, бывает в неделю. Подскажите, на какой это эпизод вы сформировали? Я просто не могу понять. Вас кто учил так писать? Идентифицировать нет возможностей. Больше вы неправильно давать оценку моим. Я спрашиваю, при чем оценка? Оценка будет руководство ваше давать. Я не в коем случае. Я вас спрашиваю, посмотрите, пожалуйста, на какую из моих жалоб, относительно какого полицейского, этот ответ. Это зрозумело. А чем вы без масла? Карантин же отменят. А, может, вы не знаю. Если вы не знали, ничего. Да, мы все поэтии поддеем. Не делай провокацию, просто ответь на вопрос и все. А никто вас не провокует. Тебе что, мало ли что приключений на попу? Подруга, мы с вами на ты не переходим. Да, послушай, ты мне не рассказывай. Вы нормального языка понимаете или нет? В смысле? Ты писал это. Я исполнитель. Стрижак сказал, подойдите к исполнителю, он вам все ответит. Что еще надо? Куда идти? Если вы не уважаете руководство, Стрижак, то извините меня. Пойдем тогда опять. Сейчас. Можно поинтересоваться, а то мы за вас спросили, то можно представить. Так, ну и раз представлялся. Да мы же не друзья. Маска у вас вообще не раздается. А что ничего не изменилось? Я первый раз вас вижу просто, хотел бы увидеть. Дайте посмотреть, кто вы. Коломеец Андрей Сергеевич. Все. Узнаемились? Конечно, вы выполнили норму закона, все, претензий нету по этой норме. В чем проблема, я не могу понять. Так, а что у нас, что не принимается? Вроде бы говорит, вот есть какой-то М1291, вам все понятно. Я так и не говорю, что понятно. Не надо здесь. Пусть на здесь сидит, вот приходит, и человек поделится. Подождите, 10 скарг заходит на действия полицейских. Кого это касается, пожалуйста? Вот вы, сотрудник, который подготовил, фамилия, кого это конкретно полицейского, по какому эпизоду. Сколько нам часу потребно? От какой даты вообще это жалоба? Я, 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 их много заходит. Вы понимаете? Все, мы ожидаем. Все, расширите в территории. Все, и маски выдавайте, как другие выдают, понимаете? У меня немало жалоба. Вы обязаны это делать. Видеофиксация здействуется близко хвилина, чи двух. Да, да. Ну, а это в полномовсе. Вот это в полномовсе. Это в полномовсе. Конечно. Я подошел по лицензии. И всех видовостей у вас немало. А что, недостаточно для восстановления личности? Все, я зрозумею. А чего вы так долго продлеваете? До сих пор служебную даже не раскрыли. Будут представления, прошение служебной дисциплины будет. А вы еще не видите там вообще ничего? Вы объективно разбили. Я вас поведомлено, если цель не надо. Ну, какой-то назвали. 12.91. А установили вообще личность этого полицейского? Мне надо просто понимать, что это за фамилия его. С приводу маждаем, кушенья, службой дисциплины. Делостанут, жесток. Они становлены прецедниками, разным инспектором человеком. Все, будут установлены... Вы еще не установили даже личность за 30 дней? Будут установлены. А когда можно конденсации? Так, а вы по этой ситуации? Я адвокат. Все, ответ за результат. Слушай, да что ж ты такой противный, я не могу понять. Тебя надо на линию выгнать, чтобы ты там вышел на линию или на линии людей. Кошмар. А куда ты хочешь меня выгнать? Подожди, приблизительно. Неделя, да я же культурно спрашиваю. Контрольная дата визначена 27 на 27. Для этого термину вы установлены вам способом, то есть на электронную почту. Я услышал 27-го, но 7-го. Все, вы же вопрос слышали, который я задал? А я вам еще не такого разъясняю. Пытаю мне правильный рейд. Который я послал сам, добровольно, в канцелярию, вместо канцелярии. А ты понял, скажи вот так, пошли вон, холопы. А я так не сказал, я сказал, что у меня есть другие люди. Так ты скажи вот так. А я буду упускать, не знаете кого. Кого? Я не буду упускать. Кого? Покажи пальцем. Кто этот негодяй? Все, вас ознайомили? Товарищ полицейский, вы же берите пример, как нельзя общаться с полицейскими. Ладно, ты главное не скучай, мы скоро вернемся. Все, до свидания. До свидания. Двери закроешь сам. Ты давай двери закрой. Закройте, пожалуйста. Ну так закройте, так выйди на линию, на жару и поезди там. Что ты начинаешь? Ну так закрой, закройте, пожалуйста. Ты посмотри, ты что? Ты слышал, как ты сказал? Ты слышал, как ты сказал? Все, можно я не закрою. Я закрою бутылку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok